И вновь в доброго времени суток, дорогие друзья, уважаемые подписчики канала Красный Дракон. Мы играем в округе конфликта и у нас сегодня очередные ивенты. Два. Первый ивент это у нас обычный, враг не пройдет. Вот, где в призах у нас присутствуют те же самые корабли, ну немного измененные на тот момент, пока я не записывал. Прошло очень много времени и добавилось очень много кораблей. Эти корабли у нас относятся к Тиер 11 и 12. С другим же ивентом у нас все ровно наоборот. Чтобы сражаться с флотами, которые находятся в ивенте отражения, вам нужно будет сделать ряд манипуляций. Если вы, как я, по каким-либо причинам пропустили эти подарки, тогда это видео для вас. Присаживайтесь, наливайте кофейку и чайку, а мы приступаем. Для начала мы будем сражаться с флотом, он просто называется в отражении, 185. Трофеи, которые с него падают, это сам линкор неустрашимый, который нам пока что не нужен, а нужен нам истинный. Пушка артериола, васкулярная торпеда, первого уровня всего Синго, это броня, щит и хор, ну и второй уровень всего этого, что я уже перечислил выше. Теперь, как мы будем с этим всем делом бороться, у нас нужен особенный корабль, который должен будет иметь у себя, который называется луч стук сердца, его сначала надо выбить, который имеет своего рода, как говорится, урон кровавый. Только эти корабли могут сражаться с данной целью. Как это выбить? Для начала вам нужно будет выполнить кое-какие череды действий, скажем так. Вам нужно будет зайти в центр управления миссиями в компаниях. У вас он будет прям сверху, но если вы, как я, пропустили все это дело и еще не открыли или не уничтожили, то есть задание на страже. Здесь нас интересует главный приз, а это оснащенный крейсер истины. Его характеристики. Урон в секунду 60 тысяч. Прочность 1 миллион 620 тысяч. Щиты 480 тысяч. Так, модификаторы. Соответственно, ставьте на паузу и смотрите. Ну и предметы. Он уже оснащен лучом стука сердца. Их здесь 4 штуки. Они имеют очень хорошее описание цепи. Вот так. Где имеют цепную реакцию, третью, и радиус цепной реакции 3000 метров. И закрыто, так как это у нас идет к альянсу Вега, который будем сейчас выбивать, исследовать, ну и строить, соответственно, чтобы успеть гонки вооружения в Веге конфликт. И это у нас уровень 13. Добро пожаловать. Далее он оснащен сангиновой броней первого уровня 3 штуки. Ну и щитом и хор тоже первого уровня. Здесь всего 2 штуки. И этого, я вам скажу, предостаточно. И чтобы уничтожить этот флот, вам нужно будет, конечно, постараться. Я его атаковал вот этим сетапом. То есть, это у меня элитный примиренец. Их здесь 4 штуки. И фишка этого корабля, ну, вы, наверное, сами знаете, он дает импульс. Попадающие враги в его действия сразу же начинают получать дополнительный урон. Ну и арбитр элитный. Ну и авианосец, страж Фемида, также элитный. Надеюсь, что у вас есть эти корабли. Тогда смело вы можете разгромить им одним. С ремонтом как раз-таки 5 раз, по-моему, там 5 боев проходит. И тогда вы получаете этот корабль. Что делаем дальше? У вас теперь есть корабль истинный. Покажу, как он фармит. Нашу цель. 185. И атакуем его. Продолжение следует... Заработали этим флотом мы 28 тысяч. Переходим на базу и у нас появляется «Защитите базу». Кликаем. Итак, нашу базу повредили, ремонтируемся, как обычно, и получаем еще 75 тысяч в копилку нашего ивента. Но, вы скажете, у тебя все хорошо, а где же ты взял второй корабль? Второй же корабль я взял с постройки, но вам нужно его сначала открыть. Вот он, этот крейсер «Истины». Чертеж его. Сейчас я уж не помню, сколько там было очков нужно было, чтобы его открыть частями чертежа для постройки. Ну, а, соответственно, вместе с ним вам нужно будет открыть луч «Стук сердца» первого уровня. Ну, и щит, и хор также первого уровня вместе с сангиновой броней. С этого флота падают чертежи только линкора неустрашимого, а пушки «Атериола», то есть луч «Стук сердца» у нас отсутствует. Ладно, хоть есть сангиновая броня и щит и хор. Поэтому с чертежом «Крейсер истины» вам будет необходимо эти очки потратить на луч «Стук сердца». А все остальное можно просто или выбить, или также за очки получить. Но, вы скажете, а как же все-таки атаковать этот флот, если он атакуется только крейсерами с типом «Кровавый»? Вы скажете, два корабля — это хорошо. Откуда его взять? Построить. Но как начать копить ивентовские очки в отражении? Это бы видео не вышло, если бы у меня не было на это ответа. Ищем корабль «Мятежник Крови» 185. Итак, когда мы залетаем, наша приоритетная цель — это уничтожить вот этот корабль. Поэтому все силы, весь урон, только на него. Держим его в пределах разумного. И стараемся сделать так, чтобы наш урон заходил по двум кораблям сразу. По двум, по трём целям. Сразу же переключаемся на основной. Продолжение следует... И наша приоритетная цель — это выжить в этом бою с победой. Всегда помечайте эту цель главной, чтобы урон проходил именно по ней. 28 тысяч разведданных. Плюс мы получаем чертежи с этих кораблей. Как я уже говорил, вот они. Осталось у меня совсем немножко дополучить МК-2. Ну и плюс у нас есть также возможность заработать на атаке базы. Точнее, на её защите. Если, конечно, у вас она фул раскачана. Это 165 уровень, который может противостоять. За который вы, соответственно, получите 75 тысяч очков. Это ещё один плюс в вашу копилку. Ремонт корабля составляет 20 единиц игровой валюты. Если вам её жалко, тогда можете просто отправиться на базу и там её починить. Тем более, когда вы будете проходить кампанию на этот корабль, вы получите два четырёхчасовых ремонта кораблей, постройку кораблей два четырёхчасовые, ну и сам оснащённый крейсер «Истины». Теперь остаётся самый главный момент. Оснащение у нас уже есть стоковое, то есть такое, какое мы получили его в компании. И из командиров я вам советую, вот прям крайне советую ставить командующий Бёрн, так как у него идёт специализация энергетическое оружие. Энергия щита 3240 – это значимый прирост в этом плане, так как мы дольше живём. Ну и бонус к урону от энергетических орудий, это получается плюс 25%. Очень весомый результат – 15 тысяч урона в секунду. И щитов 3240, которые позволяют нам пережить первые бои и добыть очки ивента отражения. Итак, друзья, подведём. Чтобы фармить в ивенте отражения, нам нужно три вещи. Это иметь хороший флот, который бы справился в компании, атаковать компанию на страже и выиграть главный приз – крейсер истинный. Это правильно его оснастить капитаном. А дальше всё дело в ваших руках. Заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Спасибо, что смотрите. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok